Приветствую вас! Прошу заметить, что вы не задали вопроса. То есть вы не задаете никакого вопроса к психологам. Просто раскрываете вашу ситуацию, вашу проблему, которая безусловно является очень серьезной и вредит она вашему ребенку, вредит она вашему мужу, вот. То есть, ну, в общем-то, оказывает весьма серьезное влияние на ваших близких. В первую очередь, мне бы хотелось, чтобы вы ответили сами себе на вопрос, для чего вы здесь, зачем вы здесь, на сайте. Чего вы хотите получить, то есть вы хотите помощи, вы хотите поддержки, если помощи, то в чем, если поддержки, то тоже в чем. То есть, на мой взгляд, вот, это очень важно, чтобы вы как-то вот постарались увидеть сами то, зачем вы сюда пришли, на наш ресурс. Это первое. Второе. Второе, ну, совершенно очевидно, что есть проблемы у вас, то есть, как бы, вы не расслабляетесь, вы не отдыхаете, вы истощаете свою нервную систему, ну вот, сейчас, на данный момент вы ее истощаете, вот. И, соответственно, у того, что вы не отдыхаете, у того, что вы не расслабляетесь, у того, что вы не являетесь, по сути, если, если я правильно понял, не являетесь никем больше, кроме как только вот, значит, мамой. Вот у этих моментов, да, есть причины, на мой взгляд. И вот эти причины, как раз-таки, и нужно вам выяснять, то есть, почему вот эта ситуация, да, стала возможной для вас. Почему она стала реальной, эта ситуация для вас. Понимаете? То есть, вы не отдыхаете, вы не расслабляетесь, вы не принадлежите себе. И вот, а какие у этого предпосылки? Понимаете, да? И вот предпосылки, как раз-таки, в первую очередь, и нужно рассматривать. Если вы свою деятельность организовали неправильно, если вы свою деятельность организовали так, что всё тащите на себе, то, соответственно, вы будете срываться, кричать и так далее. Конечно, причины могут быть далеко не только в этом. Причины могут быть ещё и в том, что есть некие изменения в вашем гормональном фоне, есть некие изменения в вашем физиологическом аспекте. То есть, вопрос заключается в том, насколько вы полно владеете информацией о себе. И владеете ли вы ей вообще информацией о себе. Понимаете? Например, медицинское обследование вам желательно пройти, потому что, может быть, что-то с организмом, что-то с вашими органами. То есть, вот, именно по этой причине вы можете так реагировать. Ну, если вы, конечно, понимаете, что это неправильно. А здесь желательно подумать также ещё и о том, что именно вас раздражает. То есть, отдаёте ли вы себя чёрт в том, что именно вас раздражает, что именно вас напрягает, что именно заставляет кричать. То есть, что вы чувствуете вот в этот самый момент, когда кричите? Вы чувствуете злость? Например, если вы чувствуете злость, то на кого вы чувствуете злость? Если вы чувствуете напряжение, от чего вы чувствуете напряжение? Если вы чувствуете усталость, то почему не расслабляетесь? то есть, ну, почему не отдыхаете? Грубо говоря. Понимаете? Какая история. вот эти все моменты необходимо с вами выяснить, чтобы вы сами понимали, например, понимаете, что происходит. И тогда будет гораздо лучше вам. Тогда вы будете гораздо сильнее контролировать то, что с вами происходит. если, конечно, исключить физиологические проблемы. То есть, если физиология здесь никак не замешана. То я полагаю, еще нужно выяснить. Вот. То есть, подумайте, что сейчас наиболее болезненно для вас, что сейчас наиболее травмирующая для вас. Просто постарайтесь подумать на эту тему. И вы увидите, скорее всего, вы увидите, что именно вас так сильно вбивают, что именно вас так сильно раздражают. и на эту проблему нужно обратить внимание и ее как-то решить. есть, либо поменять что-то, чтобы скорректировать свое поведение, решить ее, сделать выбор, принять решение, либо изменить отношение к этому, если проблема не решается. для этого тоже есть способы и подходы. На этом все. я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!